Друзья, всем привет! На связи TSI Analytics. В последнее время очень много вышло разного рода новостей, которые прямо или косвенно влияют на весь крипторынок в целом и биткоин в частности. А именно это оживление на площадках фьючерсов о биткоине. Мы не один раз в нашем телеграм-канале писали о том, что биткоин фьючерсы продолжают ставить все новые и новые рекорды. Это заявление о том, что какие-то киты влияют на цену биткоина. Также последняя новость из Китая о том, что они планируют выпустить свою национальную криптовалюту. Ну и буквально сегодняшняя новость горячая о том, что Китай и США наконец-то договорились о снижении торговых пошлин. Давайте разберемся, каким образом эти новости повлияют или уже повлияли на цену биткоина с учетом технического анализа и чего нам ожидать дальше. Итак, давайте рассмотрим, как фундаментальные факторы, о которых я назвал уже ранее, ложатся на техническую сторону анализа биткоина. Потому что очень важно учитывать эти факторы как раз с сочетанием с техническим анализом. За всю историю моей торговли на финансовых рынках, а это уже более почти 7 лет, уже с 2012 года я занимаюсь торговлей, очень часто видел ситуации, когда именно фундаментальные факторы, они портили всю малину технического анализа. Поэтому очень важно системно подходить к этому анализу и системно учитывать как и фундаментальные, так и технические факторы. Итак, давайте рассмотрим график, начиная с недельного таймфрейма. На недельном графике цена биткоина выглядит достаточно органично, с характерными резкими подъемами цены и более пологими коррекциями. Сейчас мы находимся в восходящем цикле 5-волновки, которая началась в декабре 2018 года и продолжается до сих пор. Она началась после затяжной коррекции, которая продолжалась с короткого импульса. Это была первая волна, дальше сразу она скорректировалась, короткая вторая коррекционная волна. И в принципе характерная для 5-волновки третья длинная основная волна. И сейчас мы находимся в четвертой коррекционной волне. С целями, которые мы обозначали ранее в нашем телеграм-канале. 6300-6600 в случае пробития этого уровня возможно даже опуститься до уровня 4900. И в принципе сейчас всех в основном людей интересует вопрос, когда же или закончилась уже четвертая волна и когда начнется пятая. И был ли вот этот импульс последний, который был 26 числа, как раз предпосылкой для старта пятой основной волны. В принципе если мы посмотрим более, приблизим график, возьмем расширение Fibonacci, то мы видим, что цена в принципе скорректировалась до отметки 61.8. 61.8 и соответственно отбилась. В принципе можно считать, что коррекция она в принципе по своему уровню отработала. Но давайте посмотрим более приближенно. Более приближенно. Что мы видим? Мы видим, что у нас было падение цены, четвертая волна. И соответственно здесь начался резкий импульс. Мы поговорим немножко подробнее об этом импульсе, потому что мы писали в своем телеграм-канале, что была речь о том, что это пампинг. Плюс параллельно были новости с Китая и так далее. И у нас цена резко сделала импульс вверх. Да, теоретически это может быть импульс пятой волны. Но на текущем этапе говорить о том, что мы уже увидели начало пятой волны еще совершенно рано. Если мы даже посмотрим на свечи, я напомню это недельные свечи, то сейчас в принципе мы находимся в коррекции и снова рисуем красную свечу. И до тех пор, пока я отметил вот как раз таким уровнем, это вот отметка 9, 940, где-то так. Это хай предыдущей недели. До тех пор, пока мы как минимум не пробьем этот уровень, говорить о том, что мы находимся в пятой волне еще совершенно-совершенно рано. Давайте перейдем на дневной график. На дневном графике. То есть мы находились в четвертой волне, которая в принципе ничего не предвещала, не особенно. Двигались в своем коридоре. Плюс фон новостей был негативный. Все мы слышали о том, что от Libra отпадают старые партнеры. Грамм переносит запуск своей монеты на следующий год и так далее. И тут у нас 26-25 числа, 26-го, то есть это как раз в субботу, у нас начинается резкий рост цены биткоина. В новостях была речь о том, что это какой-то пампинг, киты и так дальше. Здесь было явно, сработал фундаментал, на мое мнение полностью, который вписывается полностью в техническую картину. Это новости с Китая. Заявление непосредственно, скажем, председателя Си Цзипиня о том, что они поддерживают блокчейн и считают блокчейн как важный прорыв для всех ключевых компаний в инновационном секторе. И как раз эта новость, плюс о том, что все-таки Китай планирует со следующего года официально зарегулировать криптовалютный рынок на фоне всех этих новостей. А большинство, как бы мы знаем, трейдеров как раз находится как раз на азиатском регионе и спровоцировало, на мой взгляд, вот такой рост биткоина. Дальше, соответственно, у нас после такого трехдневного роста в понедельник началась коррекция. Которая, тоже, кстати, было много новостей. И, кстати, одна из них очень достаточно интересная, что до 18.00 по московскому времени с биржи, люксембургской биржи Bessant на анонимные кошельки пятью транзакциями было выведено 1 миллион биткоинов с так называемой киты. И это спровоцировало то, что, в принципе, цена, она скорректировалась. То есть, если мы посмотрим даже по, где-то наши скользящие средние, вот, мы пробили, в принципе, очень тяжелую скользящую среднюю, 200-дневную скользящую среднюю, как раз 26-го числа, но даже закрепились выше, то есть, в принципе, все как бы говорило о том, что вот, в принципе, может быть, как бы начало пятой волны, но не там-то было. И тут как раз какие-то киты потят всю малину. И мы сейчас падаем снова на эту тяжелую скользящую среднюю, и на ней сейчас, ну, в прямом смысле мы висим. Висим постоянно проваливавшись, то есть, мы провалились уже несколько, 4, может, даже уже 5 раза, то есть, мы на более мелких таймфреймах это увидим. То есть, нету сейчас той силы, которая бы как раз толкнула цену дальше. То есть, мы сейчас находимся в такой боковой консолидации. То есть, если мы посмотрим даже на то же самое расширение, возьмем Fibonacci, то мы увидим, что цена, вот это как раз уровень, который у нас отмечен на графике 8900, она совпадает как раз с уровнем 500%. Мы даже не откорректировались на 50%, не говоря уже 61,8, который, в принципе, вполне возможен и вероятен. То есть, мы сейчас висим на 38,2, плюс висим на этот тяжелый скользящий средний, зажатый сверху скользящий средний 100, и, соответственно, вот в этой боковой консолидации с затухающими колебаниями мы движемся в боковой консолидации, которая, в принципе, ну, как многие сейчас называют, такой, знаете, затищет перед бурей. И цена, в любом случае, эти скользящие средний пересекутся, потому что мы видим, что, если мы посмотрим на более мелкие, сейчас я этот уберу, чтобы нам не мешало, то есть, если мы сейчас опустимся на более мелкие таймфреймы, то мы как раз увидим вот, как раз, вот это вот как раз MA200 дневная, мы видим, как мы один раз тестировали, второй, третий, четвертый, и сегодня у нас пятый раз на фоне новостей о том, что Китай и США, ну, это мое мнение, в том числе на фоне новостей о том, что Китай и США наконец-то договорились о снижении торговых пошлин. Конечно, это позитивно влияет на укрепление доллара, и, соответственно, мы можем увидеть это как бы снижением цены биткоина по отношению к доллару. Соответственно, вот мы видим эти две скользящие средние, и сейчас эти средние, они в любом случае пересекутся, и цене как бы нужно будет вылететь, либо вверх, либо вниз. То есть развязка достаточно очень скоро, потому что, в принципе, достаточно такая, скажем, необычная для, такая необычная картина для биткоина находиться в такой вот, уже такой консультант, то есть поэтому развязка очень близко. Теперь посмотрим, давайте вообще на все фундаментальные факторы, которые влияют на цену, да, и толкают ее то ли вниз, то ли вверх. То есть общий фон новостей у нас сейчас складывается достаточно положительный. Мы не один раз говорили о том, что, во-первых, это заинтересованность со стороны институционалов на фьючерсном рынке, увеличение позиций и торговых объемов. Также проснулся наш умирающий бакт, то есть вот как раз график бакта, который о всем говорит, то есть у нас буквально 24 числа бакт, он, по сути, был неживой. И с 24 числа у нас повышается активность, open interest, открытый интерес, плюс повышаются объемы торговли. Да, это еще далеко до биржи чекарской семьи, но уже хороший плюс. Движемся дальше. Open interest тоже у нас, кстати, это данные свежие у нас буквально за сегодня. Видите, какой скачок, это новый рекорд, по сути, на бирже бакт роста открытого интереса фьючерсов в биткоин. Это, кстати, очень-очень хороший плюс. Также, если посмотрим на биржу CME, чекарскую, здесь выделены только чисто и лонги институционалов. Мы видим тоже восходящий тренд, да, мы видим движение вверх, и мы ставим, соответственно, закрепляемся на новых позициях. И это, в принципе, тоже есть большой плюс для биткоина, то, что будет, в принципе, толкать цену вверх. Но важно учитывать, что у нас в декабре, 27 декабря 2019 года ожидается экспирация биткоинов. Соответственно, причем 2085, это достаточно, то есть, ну, около половины фьючерсов, они произойдет expiration. Поэтому это, соответственно, в любом случае вызовет снижение открытого интереса, в свою очередь, снижение открытого интереса повлияет на снижение цены на биткоин. Вот, например, статистика, я посмотрел, поанализировал в прошлом году, во время как раз и сечения срока действия фьючерсов в семье в 2018 году, цена биткоина упала с 4200 долларов до 3,5 долларов за один биткоин. И то, это падение, оно прошло не в момент экспирации, а за 4 дня до момента завершения. Соответственно, здесь тоже, в принципе, стоит ожидать, тем более, достаточно большой такой хороший объем, больше 50%, около 50% будет экспирироваться. Поэтому 27 декабря в районе 20 чисел мы увидим возможное локальное тоже падение цены биткоина, которое будет как раз провоцировано этим событием. Но, в целом, то, что у нас институционалы заинтересовались этим рынком, это очень большой плюс для всего крипторынка. Но и очень важно отметить, что как раз институциональные участники, они формируют свои портфели не только одной монетой биткоин. То есть, они формируют определенные портфели, которые состоят и из альткоинов, разных токенов. И здесь как раз очень важно, на мой взгляд, учитывать как раз проекты из Китая, такие, например, как платформы EOS, NEO и TRON. Как раз они могут иметь хороший потенциал к дальнейшему росту. Следующим таким очень важным событием, следующим фактором, который, в принципе, будет толкать цену биткоина наверх, это ожидающий в следующем году весной халвинг, да, грядущий халвинг. То есть, в принципе, в среднесрочной перспективе на биткоин это очень хорошо повлияет. Он состоится во втором квартале следующего года. И, конечно, он тоже будет толкать курс вверх, там, до апреля-мая 2020 года. И как раз многие аналитики, они как раз склоняются к мнению, что как раз вот этот момент, к этому моменту цена биткоина достигнет новых своих максимумов. Ну, что ж, посмотрим. То есть, пока еще до этого времени как бы нужно постепенно дожить, потому что, в принципе, ситуация, мы видим, развивается достаточно динамично. Да, динамично, и что же будет дальше, это достаточно, скажем, сложно предсказать. Поэтому нужно ориентироваться на текущие события, которые сейчас как бы имеют место быть и от них отталкиваться. Итак, возвращаясь к цене, что мы можем сказать? Что на текущий момент у нас позитивными факторами есть увеличение объемов на фьючерсном рынке, но не стоит учитывать о том, что мы ожидаем expiration 27 декабря и может быть локальная коррекция. Бакт у нас тоже объем увеличится, open interest растет, это все плюс. Дальше, фон новостей из Китая, это плюс. Дальше, это грядущий халвинг, это плюс. Если говорить о последней новости, которая буквально произошла сегодня, это заключение, точнее, не заключение, они еще планируют только подписать этот договор, но договоренность уже достигнута о снижении торговых пошлин между Китаем и США. Подписан это будет на ближайшем саммите ООН, вроде бы в декабре месяце анонсируют таким образом. Это все, на мое мнение, в текущий моменте оно как раз и повлияло. То есть, если мы сейчас даже допустимся на часовой таймфрейм, то мы, по сути, увидим, что вот этот как раз сегодняшний снова ретест тяжелой средней MA200, он как раз произошел на фоне как раз вот этих новостей. Ну и, как я уже говорил, мы сейчас зажимаемся двумя средними и сейчас цена находится в боковой консолидации. Мое мнение, что, конечно, сейчас как бы крупные игроки, то есть крупные там, как мы, я сказал, там уже киты, то есть они сейчас, то есть большая была ликвидация позиций и сейчас, поэтому цена, она, конечно, все хотят, чтобы все-таки началась пятая волна и цена, в принципе, сейчас лежит на вот этой, скажем, тяжелой скользящей средней. В принципе, объективно, то есть, если мы посмотрим по волновой теории, мы сейчас, как я уже говорил, находимся в четвертой волне. Цена, то есть, дальше наследует коррекция. Вот если мы говорим об этом, как бы, выстреле, пампе, у нас дальше должна быть коррекция. То есть, коррекция у нас, она еще не скорректировалась до 50% уровня. Соответственно, А волна мы отработали, Б, и сейчас вопрос, да, вот С, то есть, С, Д, Е. И, соответственно, вот здесь вот решается как раз сейчас вся эта ситуация. Здесь нужно быть очень осторожным. Я в текущий момент нахожусь вне рынка, до тех пор, пока не увижу конкретного, конкретной развязки этой ситуации. И только после наступления того или иного сценария, то есть, либо если мы, как бы, действительно уже в пятой волне, и будет, соответственно, следующий минимум, точнее, следующий хай, предыдущий хай пробитый, и мы будем двигаться дальше, то есть, это уже можно говорить о начале пятой волны. Либо у нас, как бы, сейчас коррекция, она вполне, вполне вероятная, учитывая как раз вот этот предыдущий памп, да, и последние вот новости, которые сейчас прошли на крипторынке. Поэтому очень важно всегда анализировать цену, не только основываясь на технических данных и техническом анализе. Всегда очень важно учитывать и фундаментальные факторы, которые происходят в мире, потому что мы видим, как все больше и больше как раз новости, как раз вокруг крипторынка, насколько они сейчас тоже играют свою роль, влияют на конкретно цену, в том числе, биткоина, ну и вообще других, как бы, криптовалют. Поэтому нужно это системно учитывать, отслеживать и на основании этого принимать уже, соответственно, будущее решение. Надеюсь, что для кого-то из вас информация была интересной и полезной, что-то кто-то узнал новое. Всеми желаю терпения и успеха в торговле, дождаться развязки этой ситуации и наступления того или иного сценария. В любом случае, мы все, как бы, будем, мы все ожидаем пятую волну. Вопрос в том, что где конец четвертой волны. И вот этот конец четвертой волны сейчас еще, как бы, остается под вопросом. И только после вот наступления того или иного сценария можно будет уже говорить о начале пятой волны. Всем желаю успехов. Я надеюсь, что в ближайшее время мы проведем вебинар. У нас есть такие доверенности с нашими аналитиками. Поэтому я желаю всем успехов и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»